Дорогие друзья, добрый день! Сегодня мы продолжаем разговор о науке археология, которая занимается проблемами древнего и не очень древнего прошлого человечества, но, как выясняется, напрямую связана с теми событиями, которые происходят сегодня в нашей обычной жизни. И мне бы хотелось сегодня коснуться темы, которую можно в самом общем виде очертить как демография. Все знают, насколько актуальны демографические параметры для того, чтобы понять состояние общества в данный момент. Понимать, как развиваются демографические процессы в стране, регионе и в целом на Земле, это крайне актуально и важно. И вопросами демографии на самом деле занимались не только, скажем, статистики, биологи, сейчас просто есть профессиональные демографы, но занимались и в целом мыслители, поскольку представление о том, что уменьшение, увеличение общей численности человечества, распространение по разным регионам Земли, уплотнение, наоборот, депопуляция, то есть резкое уменьшение численности, все это крайне важно для общих гуманитарных процессов. И представление о том, из чего, собственно, вышло человечество, из каких демографических характеристик и как потом во времени это изменялось, это очень, на мой взгляд, увлекательная тема. И я сегодня вот как раз этими некоторыми сведениями и размышлениями хотела бы с вами поделиться. Но прежде всего, наверное, о том, на чем мы основываемся в наших демографических каких-то реконструкциях и представлениях, если мы хотим реконструировать демографическую ситуацию середины 19 и даже конца 18 века в Европе, то мы можем, и даже в России, в смысле, как части Европы, мы можем обратиться к, собственно, письменным источникам, к статистическим сводкам. Но если нас интересует процесс гораздо более длительный, например, если мы хотим знать, что было тысячу лет тому назад, две тысячи лет тому назад, сто тысяч лет тому назад, то, конечно, здесь уже письменный источник нам никак не поможет. И археология, в частности, биоархеология, выработала свои методы и подходы для того, чтобы изучать демографию в обществах глубокой древности. И таким образом выделилось научное направление, которое так и называется палеодемография. Чем же оперирует палеодемография? Какими признаками? Которые должны быть сопоставимы с собственно демографическими, иначе это будет вещь в себе, которая не будет корреспондироваться с современными демографическими данными. Это, прежде всего, конечно, определение пола и возраста. Для того, чтобы представить себе, как долго жили люди в далеком прошлом, насколько много у них было детей, как они за ними благополучно или неблагополучно ухаживали, как они относились к старости и так далее. Все эти основные демографические, социальные проблемы решаются на основании этих очень простых данных. Данных о поле и возрасте. И мы обращаемся к такому понятию, как биологический возраст. То есть, возраст, который запечатлен в биологических тканях человека, в культурных слоях археологических памятников. То есть, как правило, это погребение, но иногда, например, при каких-то трагических ситуациях, это могут быть и культурные слои каких-то поселений, которые погибли, например, либо при вражеском нападении, либо при каком-то катастрофическом природном явлении. На чем основываются эти методы? На хорошем знании ростовых процессов у современного человека. Вы скажете, может быть, человек глубокой древности взрослел и старел немного по другим правилам. И будете правы, потому что, как показывают исследования за последние больше, чем 100 лет, процессы взросления в социуме очень подвижны. То есть, человек может достигать биологически зрелого возраста в зависимости от благополучия ситуации, я имею в виду качества и количества питания, психологическая атмосфера, климатические параметры. Вот от этого всего на несколько лет раньше или на несколько лет позже может формироваться процесс взросления. То же самое с процессами старения. Поэтому, конечно, мы исходим из каких-то общих знаний фундаментальных о росте и развитии человека. И точность, с которой мы будем говорить о возрасте, не так велика. Она укладывается, в лучшем случае, в какой-то пятилетний интервал. В настоящее время во всем мире крайне актуальны новые методики, которые позволяют точно определять возраст индивида по скелетным останкам. Особую роль здесь играют зубы, потому что именно в тканях зубов имеются такие слоистые структуры, которые позволяют, по сути дела, по годам исчислить длительность жизни человека. И вот эти кропотливые исчисления дают наиболее точный возраст. Также существуют самые разные биологические системы возрастной изменчивости, которые используются, сопоставляются. Иногда они противоречат друг другу, но мы получаем в итоге некую комплексную картину, которая говорит о том, каков примерно возраст человека. Вы прекрасно знаете из личного опыта о том, что есть люди, которые быстро взрослеют, медленно взрослеют, быстро стареют, медленно стареют. Поэтому мы, опять же, находимся только в рамках понятия биологического возраста. Это все с некоторыми допущениями. Тем не менее, даже с этими пятилетними допущениями мы можем реконструировать некие основные тенденции в демографических эпохальных изменениях на протяжении больших временных периодов. И давайте проследим вот эти основные тенденции с глубокой-глубокой древности. Я напомню, что возраст рода человеческого очень велик и превышает 2 миллиона лет. Порядка 2,5- чуть больше миллионов лет тому назад появляются те самые представители прямоходящих приматов, которых уже можно относить к людям. Их непосредственные предшественники, в частности, тоже прямоходящие приматы, австралопитеки, интересны в том отношении, что определение их индивидуального возраста тоже некий маркер, насколько люди те древние формы, которые мы считаем собственными людьми, отличались по какой-то демографической стратегии или нет. Те уже многочисленные индивидуальные определения возраста австралопитеков на территории Африки и Южной, и Восточной позволяют нам в самом общем виде говорить о том, что средняя продолжительность жизни этих созданий была 17-19 лет, около 20 лет, то есть очень немного. В то время как, уже переходя к представителям рода человеческого, мы в параметрах средней продолжительности жизни перешагиваем этот рубеж два десятилетия, и речь идет уже о том, что средняя продолжительность жизни колеблется между величинами в 20 и в 30 лет. Наши знания о этих отдаленных временах, которые исчисляются миллионами и сотнями тысяч лет, в общем, довольно отрывочные, но когда они воспроизводятся в десятках, а иногда и сотнях случаев, то мы можем говорить о том, что это все-таки некоторая тенденция, которой имеет смысл доверять. Итак, древние люди, например, одна из групп ныне очень хорошо изученных древних людей, такие как неандертальцы, характеризовались достаточно благополучными по сравнению с предыдущими параметрами демографическими, прежде всего, это средняя продолжительность жизни. Это связано с тем, что принципиально изменяется социальная поддержка индивида внутри общества. Уже среди неандертальцев обнаруживается очень большое количество людей с хроническими заболеваниями. Как вы понимаете, это несовместимо с очень жестким отбором, когда существо не очень мобильно, не очень эффективно в части добычи пищи, обслуживания себя и своих близких. В естественных условиях это существо не имеет особой перспективы выживания. У людей же не так. Люди заботятся о своих близких, и это уже мы видим на примере таких социумов, которые жили больше чем 100 тысяч лет тому назад. Когда мы переходим к представителям вида Homo sapiens на территории Евразийского континента, мы видим довольно большой разброс демографических показателей. В общем, нужно сказать, что между неандертальцами и ранними сапиинцами в Евразии большой разницы нет. Что важно? Что мы видим, как присутствие людей мужского и женского пола в возрасте иногда уже старше 40 лет, и это люди, которые могут характеризоваться некоторыми хроническими заболеваниями, хотя это, конечно, и скорее исключение, чем правило. Также появляются погребения маленьких детей. И в этом отношении мы имеем информацию двоякого свойства. С одной стороны, смерть ребенка – это не очевидно, что это тягостное событие, и если мы отвлекаемся от эмоционального фона, то это неблагополучный демографический некий факт. Но само по себе создание культурной традиции, в которой предполагается погребение маленького ребенка, свидетельствует о том, что к этому ребенку относятся не как к чему-то неважному, а к очень важному существу. Общество тратит время, какие-то ресурсы, усилия на то, чтобы похоронить этого малыша. Причем это относится, если мы говорим в частности о верхнем полиолите, это относится и к детям младенческого возраста. Детство становится тем временем жизни, когда человек не просто недовзрослый, а имеет самодостаточную ценность. То есть детство становится так же опекаемым, как и любой другой возраст. В принципе, это отношение к любому возрасту как к ценному – удивительное свойство человеческого социума. И есть такая летучая фраза о том, что человечество началось с бабушки и дедушки. То есть с того времени, когда одновременно существовали три поколения. Поколение маленьких детей, их родителей и родителей этих родителей. И тогда происходило то самое общение, которое позволяло передавать некие знания и некие традиции и сохранять вот эту культурную стабильность в социуме. А для того, чтобы были эти бабушки и дедушки, как вы понимаете, должны быть определенные демографические показатели, которые хотя бы как-то должны быть больше, чем 30-35 лет. Возраст рождения первого ребенка около 15, а может быть и раньше лет – это для отдаленного прошлого абсолютно нормальная величина. И поэтому у 30-летнего человека мог быть ребенок в возрасте около 15 лет, который мог уже давать потомство. То есть оборачиваемость поколений очень могла быть быстрая. И с одной стороны это приводило к тому, что появлялись как раз возможности сосуществования трех поколений. С другой стороны, конечно, при таком очень быстром введении в активный, в частности, социальный оборот людей подросткового и юношеского возраста, конечно же, ограничивается возраст, отведенный социумом для образования. Я напомню, что сейчас у нас все-таки период, в течение которого человек набирает некие знания и навыки, которые делают его в социальном отношении успешным и готовым к полноценной жизни. Вот этот возраст очень длительный. Человек заканчивает свое образование в среднем, когда ему больше 20 лет. Понятно, что он планирует свою жизнь, начиная с возраста после 20. Он рассматривает себя как учащегося, когда ему 17, 18, 19, 20, в то время как в глубокой древности это было время очень уже активного и полноценного социального существования. Возвращаясь к глубокой древности, мы можем констатировать, что уже в верхнем палеолите средняя продолжительность жизни в сообществах была больше, чем 30 лет. И, соответственно, мы можем говорить о том, что здесь возникает этот возможный вариант бабушек и дедушек. Далее мы сталкиваемся с ситуацией очень сложной, потому что, я напомню, конец эпохи палеолита – это время, отделенное от нас где-то периодом 12, в среднем 12 тысяч лет, но где-то это чуть больше, это рубеж периода последнего оледенения, и кончается этот суровый период. Но именно конец ледника – это время некой катастрофы, потому что масштабное таяние ледника, оно, конечно, приводило к катастрофическим последствиям. И многие палеогеографы и другие следователи считают, что вот этот архетип всеобщего наводнения, потопа, и восходит к эпохе таяния этого большого ледника. Так вот, после довольно стремительных этих катастрофических событий, соответственно, начинается эпоха с более мягким климатом, которая уже, по сути дела, адекватна современному облику, в частности, северного полушария. И мы уже вполне уверенно ориентируемся в тех природных условиях, с которыми приходилось сталкиваться человеку, скажем, 10-8 тысяч лет назад, потому что они уже похожи на то, что есть сейчас, с какими-то колебаниями, но именно похожи на то, что есть сейчас. Эта эпоха раннего постледниковья, раннего Голоцена, в археологии именуется эпохой Мезолита, когда люди на большинстве территории Евразии оставались еще в рамках уклада охотников-рыболовов-собирателей и вели такой очень подвижный образ жизни, мигрировали легко на большие расстояния и пешком, и используя водные средства. Именно тогда все реки и крупные озера становятся основными траекториями перемещения основного населения. В это мезолитическое время происходит такая очень важная культурная новация, как создание традиций кладбищ. В более ранние периоды мы сталкиваемся только с эпизодическими и немногочисленными погребениями. А именно стационарное место, где захораниваются соплеменники, по определенному обряду, появляется в эпоху мезолита. И это дает палеодемографам возможность проводить первые более весомые статистические прикидки о демографических параметрах прошлого. И здесь есть масса подвохов, потому что мы судим о том, как жили люди в глубокой древности, по тому, кто был захоронен в этих погребениях. Но дело в том, что погребальный обряд – это культурная традиция. И культурная традиция нам не дает гарантии того, что она не отсекала кого-то. То есть кто-то погребался одним образом, кто-то другим. Поэтому, опять же, все наши реконструкции оказываются предположительными. Тем не менее, некрополи, которые насчитывают десятки погребений, известны для мезолита, для Северной Африки, для Европы, Южной, Северной, Западной, Восточной. И мы можем сказать, что здесь появляется, с одной стороны, расширение изменчивости этих показателей средней продолжительности жизни. То есть где-то она около 30, а где-то она около 40. И появляется разнообразие и демографии в двух полах. Мы об этом еще не говорили. Дело в том, что сегодня мы, например, сталкиваемся с довольно стабильными демографическими особенностями мужского и женского пола. То есть как бы причем, что для каждой культурной традиции, для каждой страны это будет по-своему. Вот у нас в стране, как вы знаете, женщины живут сегодня несколько дольше в среднем, чем мужчин. И появилась эта тенденция относительно недавно, ну, можно сказать, с начала 20 века, примерно так. Так вот, вот эти гендерные различия в продолжительности жизни мужчин и женщин начинают проявляться в эпоху мезолита. И проявляются они самым, на наш взгляд, так сказать, на первый взгляд, хаотичным образом. То есть мы не можем выделить, скажем, территорию или время, где для эпохи мезолита, где средняя продолжительность жизни женщин больше или меньше. Это все зависит от каждого конкретного археологического памятника, от каждого кладбища. Но, тем не менее, бывают ситуации, когда женщины, средняя продолжительность погребенных женщин оказывается на 3-4 года меньше, чем мужчин, или на 3-4 года больше, чем средняя продолжительность другого пола. Таким образом, мы здесь имеем вот такую стартовую картину разнообразия, которая дает нам представление о том, что в зависимости от каких-то определенных ситуаций, при том, что в общем вся история с продолжительностью жизни человечества становится все более и более благополучной, все мы ближе и ближе подтягиваемся к рубежу 4-го и 5-го десятилетия. Картина эта пестрая, разнообразная, и она даже никак не связана с какой-то природно-климатической зоной или конкретной обстановкой. И мы можем предполагать уже вполне обоснованно, что столь уже мощные социальные и культурные факторы, что именно они определяют, как в этом социуме себя чувствует более благополучно или менее благополучно тот или иной пол. Но, судя по тому, что вот картина такая неоднозначная, здесь каких-то таких общих устоев или каких-то правил, которые в большей или меньшей степени подходят к образу жизни мужчин или женщин, нет. Все по-разному. Несколько иная картина формируется с такой мощной инновацией, общечеловеческой, как переход к производящей экономике. Это процесс, который развивается в эпоху неолита. Было несколько, как хорошо известно, центров перехода к производящей экономике и вообще к иному образу жизни, который связан с этой самой производящей экономикой. Не будем заблуждаться на тот счет, что все определяется экономикой. Всегда в человеческом обществе все гораздо сложнее. Но мы видим, как в археологических памятниках именно следы изменения экономической деятельности. Люди начинают разводить домашних животных, занимаются селекцией домашних растений, тоже выводят сорта самых разных, прежде всего, злаковых культур. И это формирует самостоятельную антропогенную среду. Люди начинают жить уже в жилищах, которые построены собственными руками, в стационарных жилищах, формируют пространство дома и так далее. И здесь мы видим изменение демографической ситуации. Но прежде всего проявляется такая тенденция, как увеличение рождаемости. То есть если в более ранние эпохи количество детей было, по крайней мере, то, что было запечатлено в погребальных памятниках, не слишком высоко, это обеспечивало в каком-то смысле воспроизводство популяции или ее очень медленный прирост. Понятно, что наши реконструкции модельные. Это моделирование позволяет реконструировать достаточную стабильность населения с медленным приростом его на протяжении каменного века до неолитического времени. Что такое стабильная популяция? Это та популяция, которая воспроизводит свою численность, чуть-чуть добавляя к ней еще. Это два ребенка, которые доживают до репродуктивного возраста. А скорее всего, это три ребенка, которые доживают до репродуктивного возраста. И тогда популяция воспроизводится. В том случае, если эта величина ниже, то, естественно, численность популяции будет схлопываться постепенно. А если выше, то будет популяция разрастаться. Но здесь все не так просто. То есть рождаемость напрямую не зависит от динамики популяции. То есть может быть высокая рождаемость, но при высокой детской смертности популяция не будет разрастаться. Потому что большая ее часть выходит из репродуктивного воспроизводства еще в детском возрасте. И вот для неолита в каком-то смысле это характерно. То есть формируется ситуация, когда резко поднимается уровень рождаемости. И при этом средняя продолжительность жизни женщин начинает падать. Причем очень чувствительно. Именно потому что масса неблагоприятных воздействий на организм женщины в связи с большим количеством детей очевидна. Какая-то часть детей дорастает до возраста репродуктивного. И в целом неолитические популяции увеличиваются в размере. И это позволяет как раз и распространяться этому новому способу жизни. Я напомню, что приход обществ, которые владели навыками разведения домашних животных и домашних растений, это приход с территории Ближнего Востока, передней Азии. И это где-то шестое тысячелетие до новой эры. И сначала эти люди живут где-то на северной территории Северной Греции или Южная Сербия современная. И затем начинается постепенное распространение и именно этого населения, и их культурной традиции по всей Европе. И этот процесс такой очень направленный. И, конечно же, это распространение становится возможным только потому, что мы имеем благополучные демографические показатели и все более и более увеличивающуюся численность этих популяций. Впервые, наверное, человечество сталкивается с тем, что, с одной стороны, вот такой быстрый прирост населения – это великое благо, потому что создается качественная иная социальная среда, создается сугубо человеческая среда больших поселений, где происходит общение, где интенсивно развиваются социальные и культурные процессы и так далее. С другой стороны, возникают совершенно новые риски и новые опасности, которые связаны прежде всего с высокой плотностью. Это болезни, это различные эпидемические болезни, связанные с гигиеной, состоянием гигиены и с распространением первых массовых инфекций. Вообще роль инфекций в истории человечества колоссальна. И нужно сказать, что, конечно, ни одна война не уносила такого количества людей, как именно инфекционные возбудители. И особенно при вот этих вот очень активных процессах, скажем, миграции или изменения каких-то культурных навыков, когда сталкиваются массивы населения, длительное время или вообще никогда не имевшие контакта, или длительное время не имевшие контакта. И иммунные системы этих сообществ, они как бы беззащитны перед многими возбудителями, к которым уже адаптирован тот генетический пункт, который давно встречается с этими заболеваниями. Ну, история знает много таких катастрофических эпидемий. Это и ОСП при освоении, скажем, Америки, это и дизентерия при освоении Северной Америки европейцами, я имею в виду, вот уже, так сказать, постколумбово время. Это и чума, которая приходит в Европу из Азии по каналу Великого Шелкового Пути и так далее. И вот впервые такие проблемы, действительно, значимости эпидемий возникают, вероятно, в эпоху неолита, именно тогда, когда резко увеличиваются и общие численности популяции, и происходят вот эти довольно активные миграционные процессы. Неолит дает нам такую очень интересную картину демографического разнообразия человечества в ту эпоху, потому что на большинстве территорий еще сохраняется уклад древних охотников-собирателей, где число детей невелико, где средняя продолжительность жизни мужчин и женщин примерно совпадают. И тут же живут социумы, где количество детей приближается к стабильной величине максимальной, но где-то, опять же, это очень такие прикидки приблизительные, но, наверное, мы можем говорить о в среднем 10 детях, которые может родить и вскормить, и воспитать в среднем женщину, успевает за свою жизнь. Но при том, что как минимум треть этих детей умирают в возрасте до одного года. В принципе, вот эта картина высокой детской смертности, прежде всего для детей в возрасте до одного года, это то, что появляется в эпоху неолита и потом присутствует очень-очень стабильно, долго во всех социумах, вплоть до эпохи конца 19-го, начала 20-го века, когда медицина становится общедоступной и когда уже государство контролирует вот эту детскую демографию. Каждую популяцию, отраженную в кладбище, мы можем представить как некий график с показателями продолжительности жизни, или, лучше сказать, возраста смерти. И вот такая типичная картина, она будет характеризоваться очень высоким процентом смертности детей в возрасте до одного и около года, и затем резкое падение людей, ну, соответственно, с, скажем, возрасте 3, 4, 5 и так далее лет. И затем уже вторая вспышка численности погребенных в каком-нибудь могильнике. Это уже, собственно, старшая возрастная группа, которая будет зависеть от того, насколько здесь благополучная жизнь. Это старшая возрастная группа, может быть, скажем, около 35-45 лет, а может быть и более 50 лет. И вот это разнообразие будет в основном характеризовать благополучие или неблагополучие демографическое в какой-то определенной ситуации. И так появляется кривая, которая напоминает латинскую букву «У». Этот левый пик этой буквы «У» уходит. Кривая преображается в совершенно иную, когда младенческая и детская смертность малая и ничтожная, и в основном все перемещается в возраст пожилой, в зависимости от благополучия страны, там старше 60-ти, старше 70-ти или, как, например, в Японии, 80-ти лет. Средняя продолжительность жизни падает для женщин до иногда возраста 25 лет или около середины третьего десятилетия жизни. А в тех популяциях, где нет такого высокого уровня рождаемости, это средняя продолжительность жизни женщин может сохраняться где-то около 40. И поэтому, по сути дела, эти 15 лет, которые при самом приблизительном сопоставлении оказываются той демографической ценой, которую платят за такую очень высокую рождаемость. Теперь хотелось бы вернуться к сугубо культурному вопросу о том, как люди, в принципе, относились к этим колоссальным потерям, которые несло общество в лице этих младенцев, маленьких детей, которые уходили из жизни. Во многих культурах, например, Ближний Восток, Египет, Индия, эпохи, скажем, третьего тысячелетия до новой эры, характерны некрополи, то есть кладбища, которые преимущественно состоят из детских погребений. Иногда численность детей составляет до 80%. То, что погребальный обряд совершается, то, что захоронение детей совершается, иногда это обряд немного отличный от того, что происходит с умершим взрослым, говорит о том, что и этот младенец тоже является ценным для общества, и то, как он будет по верованиям этих древних людей отправлен в вечность, важно для этого социума. В эпоху неолита, в принципе, появляется некая такая мощная традиция сохранения останков соплеменников на территории поселения. Не захоронения на территории кладбища, как нам кажется само собой, разумеется, а именно на территории поселения, иногда под полами домов, иногда на территории жилого двора, жилого помещения. И в более ярком виде, более стабильном виде эта традиция сохраняется именно применительно к детям. То есть дети маленького, младенческого и раннего детского возраста зачастую погребаются на территории дома, жилого пространства этой семьи, откуда происходит этот ребенок. Это характерно, например, для поселений эпохи Медного века, Южной Европы. Что это значит? Как мы можем это интерпретировать? Понятно, что наши интерпретации будут вероятностными, а не доказательными. Но то, что все-таки маленький ребенок – это не есть член общего большого социума, а есть член маленькой семьи, скорее всего, так. Мы должны с этих позиций интерпретировать вот эту культурную традицию погребения на территории дома. Некоторые культурные традиции вообще не предполагают погребения детей или как-то так их погребают, что мы не находим их следы. Это тоже довольно частый случай. Но вот именно в преимущественно земледельческих, оседлых поселениях, оседлых культурах неолита и неолита эпохи бронзы Ближнего Востока и Южной Европы связь между поселением и иногда древним поселением, иногда тем поселением, в котором до сих пор происходит жизнь. Вот эта связь между детским погребением и поселением довольно четко прослеживается. Перейдем в эпоху так называемую раннего металла, эпоху бронзы. То есть это время, когда человечество уже ознакомилось с технологиями изготовления сплавов с медью и научилось добывать металл, производить вернее металл, орудия из которого становятся гораздо более прочными и эффективными, чем то, что может дать природа. Это очередной технологический прорыв, и, видимо, опять же, мы фиксируем технологический прорыв на археологических материалах, но понятно, что это не только технология, это целый комплекс и идеологических представлений, и социальных изменений, и так далее. Самая яркая, ну, одна из самых ярких визитных карточек эпохи бронзы – это создание скотоводческих, пастушеских обществ мобильных, которые свободно перемещались на большие расстояния. То есть это ранние скотоводы Евразии, которые преимущественно расселялись по степным пространствам континента и перемещались, можно сказать, от районов западных пределов этого коридора, где-то от северного Причерноморья и степей Восточных районов Восточной Европы до Монголии, и таким образом совершали трансконтинентальные масштабные миграции. Так вот, образ жизни этих людей совершенно отличен от неолитических поселенцев Европы, которые характеризовались оседлостью, локальностью, освоением территории. Здесь же люди не имеют постоянных жилищ, не имеют постоянной территории, и поэтому их образ жизни совершенно отличен от этих более ранних неолитических земледельцев и животноводов. И демографически эти общества очень отличаются. В такие культурно-исторические общности, как ямная, сохранившиеся в нашем археологическом наследии в виде курганных некрополей, курганных могильников при Черноморье до Южного Урала, это Афанасьевская культура, Алтай и Минусинской котловины, это более поздние катакомбные курганы. Так или иначе, все это связано с курганными традициями. В этих курганах находятся многочисленные погребения, и уже наши демографические, в частности, построения становятся еще более вескими, что ли, обоснованными. Так вот, там мы наблюдаем, наоборот, ситуацию численного преобладания мужчин, довольно высокой продолжительности жизни, которая зачастую больше, чем 40 лет, чуть больше, чем 40 лет, и небольшое количество детей. То есть это совершенно другая стратегия. Это, если совсем говорить упрощенно, это некий мужской мир, в котором самой важной и активной персоной является мужчина-пастух, который, к тому же, еще и обладает некоторыми навыками изготовления изделий из металла. То время, которое дальше следует в археологической периодизации этой эпохи раннего Железного века и уже широкого времени распространения государственности, дает нам пышное разнообразие демографических ситуаций. То есть ситуация благополучная дает картину высокой продолжительности жизни с средней величиной больше 40 лет и с большим числом людей, скажем, в возрасте старше 50, в то время как, наоборот, социально неблагополучные группы отлетают в очень низкие показатели по демографии, чуть больше 30 и так далее. То есть явно совершенно на первые планы выходят социальные факторы. Наиболее благополучным таким миром демографическим оказывается уже на определенном этапе это Римская империя, где неважно, будь то центральные районы или периферия, там, где заведен порядок некий экономический Римской империи, там очень быстро появляется улучшение демографической ситуации, в частности, в показателях средней продолжительности жизни, она превышает 40 лет. С крушением Рима, как такой мировой системы, и с наступлением эпохи великого переселения народа наступает некий хаос, который, в частности, отражается и в демографических показателях. Во-первых, наши знания об этой эпохе крайне ограничены по причине разрозненности фактов, а во-вторых, очень такая пестрая и неоднозначная картина. В Средневековье, как вы знаете, не отличается то же самое, как мы не можем характеризовать, скажем, какими-то общими мазками широкими демографию Средневековья. Это от очень неблагополучных до локальных успешных вариантов. Но в целом, конечно, эта эпоха не очень благополучная, поскольку связана с низкими показателями средней продолжительности жизни и с высокой детской смертностью. И эта ситуация плавно переходит в новое время. И таким образом резкий переход к демографии быстро растущей численности населения Земли происходит где-то в начале XX века. И вот с этого времени и по сию пору мы живем в эпоху стремительного увеличения численности населения Земли в целом. Благодаря развитым технологиям, в частности сельскохозяйственным, можем производить большое количество пищевых ресурсов, но это не все, что нужно, естественно, для благополучного развития социума. Поэтому сейчас вопросы демографии становятся очень актуальными в смысле повышенной плотности населения в определенных странах, которые как бы не контролируют свою численность. Мы сталкиваемся с необычной ситуацией, которая не присутствовала в предыдущие тысячелетия истории человечества, потому что люди скорее всегда стремились сохранить и увеличить свою численность, потому что это было трудно. А сейчас человечество, наконец, может сохранять и приумножать свою численность, но как бы социально не очень к этому готово, потому что такое большое количество людей порождает, и такая высокая плотность населения в отдельных частях Земли порождает совершенно иные, новые проблемы, с которыми ранее социум не сталкивался, и поэтому эти проблемы так актуальны, и мы не совсем знаем еще, так сказать, каким образом можно выйти из этой ситуации. Это отдельная тема. В частности, один из наших современников и выдающихся ученых Сергей Капица очень много своих размышлений и трудов посвятил именно демографии современного населения с точки зрения общей динамики развития человечества. Сегодня мы себя чувствуем не просто какими-то, так сказать, участниками каких-то ситуаций сиюминутных, но участниками процессов, которые развиваются в течение долгих-долгих тысячелетий. И это позволяет нам и побуждает нас все-таки к истории относиться не просто как к некоторому полю интересных сведений, но как к тому, где можно почерпнуть некие сведения, которые помогут решить современные проблемы. Большое спасибо.